Нашествие не проводится уже четвертый год, его в этот раз, как я понимаю, отчаянно пытались организаторы спасти, и, как я понимаю, дело в том, что в новом времени, в последнее десятилетие, судьба фестиваля нашествия находится в руках государства и в руках Министерства обороны, в первую очередь, поскольку это изначально был абсолютно спонтанно организованный фестиваль одной конкретной радиостанции, и он ни от кого не зависел, кроме как от учредителей непосредственно этой радиостанции и от местных властей. То есть важно было договориться о том, чтобы конкретная географическая точка, конкретная губерния, конкретная область не возражала против того, что мы там высадимся десантом в несколько сотен тысяч человек. Это, конечно, всегда вызывало вопросов и необходимости согласований, но это, в общем, обходилось без центральной власти, без государства. В середине, точнее так, в 2013 году впервые фестиваль нашествия объединился, объединил свои силы с Министерством обороны, что, в принципе, ничего более абсурдного и парадоксального в истории мировой музыки не было, поскольку идея рок-н-ролла – это пацифизм. Идея рок-н-ролла противоречит, в принципе, самой сути войны и военного министерства. Но, как объясняли организаторы тогда, это нужно было, они объясняли это не публично, а как бы куларно, за кулисами, на волне всевозможных сложностей, которые были у больших разных фестивалей, им надо было обезопасить себя, им надо было быть уверенным, что фестиваль нашествия точно состоится. А ни в чем уже в ту пору нельзя было быть уверенным, мы говорим о 2013-2014 году, если к этому не приложила руку администрация президента и Министерство обороны. Соответственно, посадив число организаторов генералов, они чувствовали себя в безопасности, потому что ну кто ж в нашей стране поднимет руку на генералов. Это как бы стало нашим ручным комнатным домашним фестивалем для Министерства обороны, значит, мы всегда будем его проводить. У нас тут летают над нами стрижи, русские витязи, потом, конечно, этими стрижами и витязями дело не ограничилось. На поле нашествия поставили военную технику, поставили танки, машины, БМП, всякие пушки на колесах, по которым, как опять-таки, отмазывались организаторы, весело лазила всякая детвора, и девушки в купальниках фотографировались около дул танков, и организаторы показывали, говорили, ну смотрите, народ уже нравится, ну любит же наш народ всякое говно. Но потом, опять-таки, этим тоже не ограничилось, там были открыты пункты вербовки в горячей точке планеты, на Донбасс. Там можно было записаться добровольцем или оставить какую-то бумагу, по которой тебя военные могли найти и сказать «ты записался добровольцем». И, в общем, понятно же, что невозможно просто положить один палец в пасть дракону и быть уверенным в том, что этим все обойдется, и он не оттяпает у тебя руку. Значит, соответственно, руку оттяпали, вот. Потом была пандемия, и фестиваль не проводился. Но вот сейчас, в этом году, они с новыми силами решили все-таки возобновить фестиваль в Калужской области. И, конечно, в нынешней ситуации, уже когда все контролируется из одного диспетчерского пункта под названием АП-шечка, приходилось ходить туда и объясняться, и доказывать. И там то, что я знаю, задали вопрос, как-то, в общем, название нашествия нынче звучит не очень хорошо. Я не знаю, как отреагировали на это те люди, которые ходили в администрацию президента. Может, они сказали... Ну, кстати, наоборот, звучит очень в рамках... Созвучно. Созвучно нынешним временам, да. Это когда же я предвидел, найдя такое название, что вот так вот оно произойдет. Я не знаю, как они отреагировали. Может быть, они сказали, подождите, ну, как бы, это же наше название, это же имя наше. Ну, как бы, как иначе-то, как без него. А может быть, они сказали, не проблема. Уберем название. Не будет нашествия. Давайте назовем это просто «Главное приключение лета». Точнее, ну, то есть, сейчас оно не называется уже «Главное приключение года». Но это фраза, которую тоже я придумал, когда в 2000-м году, когда мы первый раз этот фестиваль проводили на большом открытом пространстве. Ну, как бы, я всегда шел по логике такой, как назвать, наиболее точно отражая суть мероприятия. Это должно было быть не просто музыкальное мероприятие, должно было быть приключение. Поэтому я акцент сделал именно на этом. «Главное приключение лета». Вот. Значит, соответственно, последние пару недель мы могли наблюдать, как на всех сайтах нашествия исчезло название «Нашествие», но вместо него появилось ярко-красное «Главное приключение года». То есть, я свое готова вам отдать. Только не убивайте, пожалуйста. Но не помогло. Я уж не знаю, причина ли это. Я думаю, что не обошлось без возрастающих атак на города России, которые чем дальше, тем больше и глубже заходят. Но, конечно, это такой странный, парадоксальный, редкий случай, когда, наверное, я согласен с решением губернатора, в момент, когда идет полномасштабная война, не очень чувствуешь себя в безопасности, когда ты собираешь на одном поле 150 тысяч человек. И когда у тебя уже на территории Кремля летают дроны, то, в общем, понятно, что это может быть лакомая цель для любых провокаций. Но, во всяком случае, история эта дает нам урок. Невозможно продать свою совесть, чтобы потом не продать свое имя и не продать вообще свою суть. Рано или поздно все приходится продать и уничтожить своего собственного ребенка. А фестиваль «Воздух Карелия», о котором ты опять же писала, это какая-то альтернатива нашествию, судя по Кинчеву на афише? Там фестиваль «Воздух», он сначала назывался. Это был фестиваль, который организовал такой Максим Мазуровский. Он много лет назад тоже имел отношение к нашему радио в Карелии. И это был такой ребенок нашего радио, который, в общем, год от года все крепое. Это был хороший фестиваль. А дальше у него возникли какие-то тоже терки с местными властями. Потом я обнаружил, что Максим Мазуровский стал ярым государственником, но при этом еще и антипрививочником. Ну а потом, собственно, сейчас невозможно ничего, невозможно ни одного мероприятия музыкального в стране провести, не поцеловавшись в засос с властью, не просто так отделаться чмок-чмок, а вот прям глубоко с языком. И мы можем понять, что фактически с любым фестивалем, который сейчас существует, это так и происходит. У меня сердце кровоточит по поводу тех ребят-организаторов и промоутеров, которых я знаю, и которые изо всех сил отчаянно пытаются спасти свое детище. Таким образом, целуясь в засос с властью. Но пройдет время, мы будем судить их в зону компромиссов, как мы сейчас пытаемся понять, стоило ли в театральной жизни пожертвовать, например, Дмитрием Назаровым и его супругой, для того, чтобы спасти ребят-актеров Московского художественного театра, как сделала Костя Хабинский. Это все потом со временем войдет в учебники по поводу зоны конформизма каждого из творческих руководителей. Точно так же истории этих фестивалей, они потом будут проанализированы с точки зрения того, что вот это делать очевидно было нельзя, а вот это, наверное, был какой-то приемлемый компромисс. Вот, но воздух в этом году, конечно, переплюнул всех, поместив мертвого горшка на афишу рядом с Кинчевым и Сукачевым. И надо сказать, что мне под этой афишей написал один из участников бывших Короля Ишута, написал, что типа, ну как бы, а что, мы будем играть программу мюзикла «Тодд» на сцене фестиваля «Воздух», а символ мюзикла «Тодд», поскольку в нем участвовал Михаил Горшенев, это как раз лицо горшка. Ну, то есть, как бы, и это тоже можно. Но так как, в общем, не существует давным-давно уже в стране никакого института репутации, у нас, как бы, сейчас ведь над вратами страны написано «можно все», вот «все вообще», вот «все, что вы хотите, сегодня можно». Любая вещь не будет больше считаться аморальной. Ну, соответственно, и на мертвого артиста тоже можно привлекать народ. Ты говорила о конформизме, и ты знаком со многими рок-музыкантами лично, и, думаю, неплохо. Так вот, как ты объясняешь то, что они заняли такую позицию провластную, что ли? Потому что, опять же, рок-музыка, она всегда была вопреки, мне кажется. Я многих из них знаю лично, и, поверь мне, это моя непрекращающаяся боль. С некоторыми из них, с очень немногими, но я все-таки не прекратил общение, и мы обмениваемся какими-то сообщениями, у меня жена уже шутит, потому что почти каждый день я ей говорю, а вот я сегодня думал, что вот этот аргумент я должен ему послать, но ведь это же важно. Мне же она такая «оставь, пожалуйста, это другой человек уже, все». Ты ему никогда не убедишь. Я говорю, подожди, но я же знаю, что он хороший человек, я хочу его переубедить, он же не может не видеть вот этого, этого и этого. Этот раскол произошел, я думаю, что абсолютно необратимо. Единственное, что я знаю, это то, что, ну, я не говорю о тех музыкантах, о тех деятелях культуры, которые выбрали свою позицию, потому что им за это заплатили. Я говорю о тех, кто выбрал по убеждению, сознательно такую позицию. У них своя правда. Эту правду они готовы отстаивать. Они в нее истово верят. Они в нее верят с 2014 года. Они приняли оккупацию Крыма как вещь правильную и исторически каким-то образом обоснованную. Они считают, что то, что Россия делает на Донбассе, это защита наших братьев. И это краеугольный камень их убеждений. И с этим очень сложно спорить, потому что если вот ты отталкиваешься от этого камня, то все, что происходит потом, тебе кажется закономерным, справедливым. И да, конечно, они повторяют, но это ужасно, это отвратительно. Нет, они говорят, мы не за войну. Мы не поддерживаем войну. Мы только за победу. И все. В этот момент мы расходимся в совершенно противоположные вещи. Тут надо еще понимать, что, конечно, источники информации абсолютно разные. То есть все то, что происходит, освещение того вторжения, которое было и которое продолжается в Украине, с точки зрения всех мировых средств массовой информации, это один поток, который недоступен тем людям, которые остаются в стране. Они смотрят совершенно другой поток. Это поток федеральных средств массовой информации. А для того, чтобы пытаться найти правду, нужно очень много усилий для этого приложить. Хотя, казалось бы, мы все в интернете, вся информация доступна на расстоянии пары кликов. Но нет, во-первых, не вся, потому что много вещей заблокировано, и нужно просто изловчиться и каждый раз это делать с VPN. Во-вторых, сила государственной пропагандистской машины настолько велика, что изначально все остальное рассматривается под призмой «это все неправда, вы все врете». Правда вот здесь, она одна. Я в нее верю, и я не хочу признаваться, что я ошибаюсь. Ну, потому что взглянуть в глаза действительности – это значит признать, что ты мудак. Что ты был мудаком и остаешься мудаком. Это никому не хочется делать. Вот это… Я часто в своих фантазиях думаю, как оно произойдет, когда эта вся трагедия закончится, и когда вот все то, что происходило, вскроется и дойдет до тех людей, которые не наблюдают за этим так, как, например, наблюдают за этим остальной мир. Ну, это же будет… Тут ни один психиатр не поможет с такой депрессией, которая будет у людей. Я думаю, что большинство людей, которые не были злыми изначально, не были одержимы этим чудовищным имперским вирусом, я говорю о конкретных музыкантах, но это же будет абсолютная катастрофа для них. Всего того, в чем они… Они же пели песни, они рисовали себе пацифик, они были за мир. И я думаю, что предательство рок-н-ролла в больших масштабах история просто не знает. Есть еще, ты знаешь, есть еще категория людей, которые не высказываются, которые молчат. И ни в коем случае не надо их причислять к легиону поддержки государственной властей, государственной политики. Дело в том, что у многих артистов есть свои причины на то, чтобы не высказываться. Они в первую очередь боятся своих родных и близких. У некоторых родственники в Крыму, у некоторых семьи и родители и запрет на работу практически. Я говорю о тех музыкантах, у которых уже концертная деятельность полностью свернута, потому что им не разрешают нигде. Тут же как бы последовательность событий такая. Сначала казалось, что ты можешь и говорить в открытую, и черный квадрат вывешивать, и песни свои петь. Потом тебе сказали, так, значит, песни свои пой, но рот закрой. Вот это все, что ты наговорил, это все в последний раз. Давай, завари. И всем казалось, что можно еще продолжать петь песню. А потом сказали, и песни тоже не пой. Следующий этап очевиден. Скажут, пой, но не вот эти вот свои песни, а наши песни. А точнее, скорее всего, марши наши. И, ну, люди, которые до сих пор остаются в надежде на то, что их минет чаша сия, я думаю, что им скажут, что надо фигуру петь в правильной песне. Соответственно, это значит появляться на правильных мероприятиях, выходить на площадь, на дни городов, на Красную площадь, участвовать в торжественных мероприятиях, ну и петь, соответственно, духопъемно, зовущее на войну шлягером. Субтитры создавал DimaTorzok